Обстановка в Экибастузе остается сложной. Порывы на теплосетях коммунальщики продолжают устранять. Без отопления остаются три микрорайона. При этом сама ТЭЦ, сообщили в Минэнергетике, функционирует нормально. Резервы и топливо есть. Около 150 многоэтажных и больше 100 частных домов в Экибастузе остались без тепла. В городе спешно устраняют многочисленные порывы на тепловых сетях. Удалось выявить 23 утечки сетевой воды. Возможно, их будет еще больше. Часть уже устранили, но главный порыв найти пока не удалось. Серия порывов на теплосетях обнажила давнюю проблему Экибастуза. Изношенность тепловых сетей в городе превысила 92%. Ветхое состояние коммунальной инфраструктуры не выдержало первые морозы. В городе сейчас минус 30. В настоящее время мы запустили в работу третий водогрейный котел. Сейчас в системе отопления температура составляет 64 градуса. Как только мы получим параметры по обработке, мы поднимем температуру до 72 градусов. Это произойдет в ближайшие три часа. Только недавно я посетил социальные объекты. Температурный режим в больнице в норме. Средняя температура там 22-23 градуса. Из двух детских учреждений детей вывезли в областной центр. В школах и детских садах ведется дежурство. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем. Температурный режим в социальных объектах сохраняется. 36 детей из центра в поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И 14 детей из учреждения Жасурпах. Они будут помещены в Павлодаре, в соответствующих социальных учреждениях. Павлодар уже готов их принять. В общем, 50 детей из детских учреждений мы перевезли в Павлодар. Остальное все в штатном режиме. Общая протяженность тепловых сетей в Экибастузе – 370 километров. Порывы произошли в разных местах города. Места аварии ищут с помощью дронов. Главный источник утечки сетевой воды найти не могут. Возможно, он находится глубоко под землей. Эти проблемы копились много лет, поэтому так быстро найти решение мы не можем. Давно было ясно, что катастрофическое состояние тепловых сетей может привести к таким последствиям. Как видите, они случились. И решать эти вопросы нужно оперативно. Жители Экибастуза с ужасом ждут ночи. Батареи в квартирах уже остыли. Обогреватели вряд ли справятся. Нагрузка на электросети выросла в разы. С утра батареи еще были теплые. Но уже ближе сейчас к вечеру. Они прям холодные, как летом. Просто отопление отключено. Горячей воды нет. Спасибо, что свет есть. В микрорайонах, оставшиеся без теплоснабжения, срочно опорожняют систему, чтобы избежать разморозки труб. В городе работают 15 ремонтных бригад. Ербулавишев, Женистин Ербулак, из Павлодарской области, Хабар, 24. Сейчас о ситуации на дорогах. В пяти регионах из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения для передвижения автотранспорта. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, а также в областях Хаба и ЖТСУ резкое понижение температуры. Столбки термометров опустились до минус 30. На отдельных участках за пределы населенных пунктов не выпускают автобусы и дизельные машины. В столице учащиеся начальных классов первой смены завтра, то есть в понедельник, будут заниматься дистанционно. Теперь о событиях в мире. Более 10 человек пропали без вести после схода оползня на острове Иски на юге Италии. Есть сообщение об одном погибшем. 13 жителей пострадали. Оползень вызвал проливные дожди. Разрушены десятки домов. Из зоны бедствия эвакуировали две сотни человек. Работу спасателей сильно осложняют погодные условия. На острове объявлен режим ЧАЭС. А в Китае четвертый день подряд фиксируют рекордное число заражений коронавирусом. За сутки почти 40 тысяч новых случаев. У большинства заболевших нет симптомов. Всплеск отмечен в южной провинции Гуандун и в Пекине. Власти считают эпидситуацию в столице критической. Для борьбы с COVID-19 на местах вводят локальные локдауны и возобновляют обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тысяч коек. Потом из старейших зоопарков Европы, Берлинском, тестируют пернатых на птичий гриб. Раннюю инфекцию обнаружили у молотоглавы из отряда пеликанообразных, который внезапно скончался. Чтобы выяснить, не заболели ли другие питомцы, зоопарк временно закрыли на карантин. Эксперты полагают, что гриб могли занести дикие птицы. Отмечу, история этого зоопарка начинается примерно с середины 19 века. Это одна из главных достопримечательностей немецкой столицы. Территорию в 35 гектаров заселяют почти 20 тысяч животных и больше 1200 птиц. Ежегодно его посещают больше 2,5 миллионов человек. Мы сами из Грузии. Специально пришли с подругой посетить берлинский зоопарк, поскольку он считается одним из лучших. Но, к сожалению, он закрыт из-за птичьего гриппа и нам пришлось купить билеты в океанарию. Но когда он откроется, мы обязательно постараемся сюда попасть. Мы с детьми приехали из Южной Германии в гости. Долго думали, куда пойти – в зоопарк или океанариум. И уже на кассе нам сказали, что берлинский зоопарк закрыт. Пришлось выбрать второй вариант. Мы с детьми были в восторге от медуз. Но в следующем году мы вернемся сюда, чтобы посетить зоопарк. Больше 9 миллионов долларов потратили американцы на онлайн-покупки в Черную пятницу. Наибольшим спросом пользовались гаджеты, игрушки и спортивные тренажеры. Многие опрошенные признали, что это были запланированные покупки. Скидок ждали. Побит рекорд по мобильным заказам. Каждая вторая транзакция совершена со смартфона. Вернемся в Казахстан. Протез руки из переработанного пластика создадут кокситовские школьники для 12-летнего мальчика из Астаны. Особенность изобретения в том, что его распечатывают на 3D-принтере. Юные конструкторы уже запатентовали свою идею. И через пару недель изделие должно быть готово. Аслан Абуталипов встретился с авторами проекта. Экомастерская в городском дворце школьников больше напоминает мини-завод по переработке мусора. Здесь ученики реализуют свои идеи. Одним из значимых изобретений стал протез руки для мальчика из столицы. Во время одного из конкурсов ребята за 72 часа создали эскиз проекта и рассчитали все затраты. Здесь у нас установлены пневматические мышцы для того, чтобы разгибать кисть. Здесь будут устанавливаться нейронные датчики. Нейронные датчики, которые будут учитывать сигналы мышца. Чтобы в конце враждатель НИДНОР наш мог двигать разгибание плеч. На это функция отвечает. В целом мы можем увидеть то, что здесь находятся все электронные наши приборы. Для того, чтобы пройти гидроизоляцию. Чтобы не попадала вода и была защищена от других факторов. Также мы разрабатываем специальную перчатку. Для того, чтобы наш НИДНОР, ну он ребенок, чтобы он чувствовал себя комфортно. Некоторые детали для протеза юные конструкторы изготовят сами. Остальное закажут. В случае поломки все детали можно заменить. Мы берем и проектируем специальные нам необходимые детали на компьютере. После чего загружаем эту информацию на 3D принтер. Главное это сделать его проектирование в специальной программе. Мы работаем над тем, чтобы перерабатывая отходы, производить сырье для дальнейшего использования в качестве новых изделий. То есть мы не только перерабатываем, мы повторно используем. То есть даем новую жизнь. Когда мы всех ознакомим с тем, что перерабатывать это реально, это возможно и еще прибыльно, тогда и все начнут в этой области. И мы уже очень скоро перейдем к тому, что будем перерабатывать, разделять и наладим вообще этот процесс. Протез для руки для 12-летнего Асанали передадут в начале декабря. К слову, у ребят есть и другие инновационные разработки. Но, как и все стартапы, они требуют финансирования. Желающих поддержать инициативы ребят пока не нашлось. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар, 24. Адаптивной физкультурой занимаются особенные дети в Костанайской области. Социальный проект реализуют общественники из Житикаринского района. На занятия приходят ребята с двигательными и ментальными расстройствами. За счет развития мышечной и сенсорной систем тренеры помогают им улучшить самоконтроль и управление собственным телом. А еще групповые упражнения благоприятно влияют на социализацию. Подробнее о проекте расскажут мои коллеги. Это необычная тренировка в спортивном зале. Здесь ребята занимаются адаптивной физкультурой. У каждого ребенка своя особенность. Многие с ментальными нарушениями, у кого-то задержка психологического развития. Поэтому для них разработали специальный проект. Его автор Алмагуля Марова сама воспитывает дочь с диагнозом аутизм. Идею поддержали в районном Акимате. У нас есть результаты. У нас за эти полгода есть реальные результаты. У нас начались дети. Многие уже говорят, даже моя дочь, у нее есть в речи продвижение. Есть такое понятие, как мозолистое тело в мозге. Если человек занимается физкультурой, у него мозг начинает работать активнее. И идет прогресс. Параллельно с адаптивной физкультурой проходят занятия по плаванию. Проект поддерживают местные бизнесмены. Они безвозмездно предоставили бассейн. С ребятами занимаются профессиональные тренеры. Они самостоятельно разработали все программы упражнений. Все индивидуально. Ведь у некоторых сразу несколько диагнозов. Например, вот у Диана, у нее ЗПР, но у нее плюс к этому еще есть сердце больное. И вот это все мы подбирали как индивидуально каждое упражнение. И все это скомпоновали так, чтобы, например, на одной тренировке мы работаем как будто по станциям. То есть один ребенок, допустим, может быть три даже ребенка, вот как мы здесь занимались, мячи перетаскивать. То есть его особенности были такие, что им нужно на физику с руками, ногами. Пока занятие посещает 21 ребенок. Проект запустили в июне и продлится он до конца года. Подводя итоги проекта, мы однозначно будем составлять план на следующий год. И здесь уже будем смотреть, на какие упражнения нужно сделать упор. Внесение изменений обсуждать будем не только с родителями. Нам важно услышать мнения и специалистов в этой сфере. Решение о продолжении и расширении такого важного проекта уже принято. С финансированием, говорят в районном Экемате, проблем тоже не возникнет. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Куснайская область, Хабар 24. Экспресс-кафе в районном центре открыла многодетная мама. В ее семье 14 детей. Жительница Кирбулакского района области ЖТСУ Гульнас Шакенова выиграла грант на развитие бизнеса. Такую же поддержку в регионе получили еще около 600 начинающих предпринимателей. Многодетная мать Гульнас Шакенова первой в Сарузеке открыла экспресс-кафе. На безвозмездный грант закупила оборудование и обустроила крохотное помещение. Принимаем здесь посетителей и работаем на доставку. На праздники готовим шашлыки. Всей семьей здесь работаем. Дочери на кухне помогают. Муж разводит заказы. Сыновья готовят шашлыки. Всем находится работа. Заказов много. Кроме кофе, посетители просят выпечку или горячие блюда, говорит хозяйка. Так постепенно экспресс-кафе превращается в небольшую столовую. И, соответственно, прибавляется клиентура. А вместе с ней и стимул к работе. Таких кафе у нас не было. Приходилось обеды из дома на работу приносить. А сейчас удобно. Оно находится буквально в двух шагах. Можно прийти и все свежее заказать. В Кирблакском районе сегодня заявки на государственные гранты подали больше 70 человек. 40 из них уже начали свой бизнес. Сейчас ожидаем еще один поток по получению грантов. Это 33 человека. И тогда 73 жителя нашего района получат статус предпринимателей. Буквально на днях в области ЖТСО начнется конкурс на предоставление государственных грантов до 5 миллионов тенге. На эти цели под эгидой реализации национального проекта развития предпринимательства в регионе предусмотрено 170 миллионов тенге. Гульнар Жантасова, Хон Уштургинбаев, Хабар, 24, область ЖТСО. Житель Урджавского района области Абая открыл столярный цех. Его товар пользуется большим спросом. Почему, расскажет Асим Утешева. Декоративная посуда, оригинальная атрибутика и даже мебель. Все это мастерит 23-летний Абальман Сурканашев. Небольшой цех молодой предприниматель открыл прямо у себя во дворе. Впервые идея заняться этим делом у меня возникла в армии. Во время дежурства в колонии я заметил, как деревянные изделия, сделанные заключенными, пользуются спросом. Мне это показалось весьма прибыльным делом. Воплотить задуманное удалось два года назад. Получив государственный грант в размере полумиллиона тенге, юноша приобрел необходимое оборудование. А в этом году по программе «Бастау Бизнес» получил еще три миллиона, чтобы купить недостающую для работы аппаратуру. Сегодня продукция, изготавливаемая в небольшом цехе, пользуется спросом у местных жителей. Вот сегодня я пришла за очередной покупкой. Скоро у нас соум, и вот этот табак мне нужен, чтобы мясо подавать гостям. Мне очень нравится его работа. Все довольны его работой. Он очень качественно делает. На сегодняшний день 55 грантов, которые получили, из них 24 молодежи до 29 лет. Так как у нас сельскохозяйственный район, 36 грантов, которые одобрены были, они выданы на сельское хозяйство. Остальные гранты получаются на салоны красоты, столовые, кулинария. Пока в развитии дела мастеру помогают члены семьи. В будущем молодой предприниматель хочет расширить производство, чтобы трудоустроить жителей села. Асим Утешева, берег Жабалайулы, Хабар, 24, область Абай. А в Павлодарской области семиклассник открыл козью ферму. Реализовать мечту Тимуру Рустемову из села Мичурино помог отец. Он подготовил бизнес-план и подал заявку на грант. Получив 5 миллионов тенге, юный предприниматель приобрел 10 коз. В будущем он хочет увеличить поголовье. В планах выпускать из козьего молока йогурт, творог и сыр. Сейчас в месяц продается в среднем в районе 200-250 литров. На дальнейшем планируем увеличить его как минимум до 1000 литров в месяц. Так как потребность нашего региона нуждается в таком продукте. Уже заказали сам блок-модуль. Будут его делать наши поводарские мастера. Также заказали холодильное оборудование. И надеюсь, до конца этого года уже увидим первые продукты нашего общего совместной идеи. И о спорте. Сборная Казахстана выступает на чемпионате Азии по гандболу в Южной Корее. На счету наших спортсменок одно поражение над командой Китая и две победы над соперницами из Гонконга и Таиланда. Сегодня казахстанки уверенно обыграли тайскую сборную со счетом 30-24. Во втором тайме соперницам удалось забить первый гол только на восьмой минуте. Хорошую игру показали вратари. Ворота поочередно защищали сразу три голкипера. Жанат Айтенова из основной сборной, Татьяна Давыдова из молодежной и Дамир Жапарова из юниорской команды. В Дамире даже удалось отразить пенальти. Следующую игру казахстанские спортсменки проведут 30 ноября со сборной Японии. Японская и южнокорейская команды считаются фаворитами чемпионата. В случае победы наши футболистки выйдут в полуфинал и поборются за путевки на мировое первенство. Цели и задачи поставленной команды выполнены частично. То есть мы хотели более продуктивно, чтобы сыграла молодежь. Мы будем работать над этим. То есть у нас есть ошибки, которые мы будем исправлять. Команда на 50% исполнила поставленные задачи на сегодняшний день. К этому часу у нас все. Напомним, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.